Друзья, всем привет! Сегодня у нас уже 2 июля 2024 года, Киев. И в этом видео я немножко расскажу про новости Киева, покажу как сегодня живет Киев. Итак, начнем с того, что у нас уже несколько дней просто невероятная жара. На выходных были забиты пляжи, люди все отдыхали возле воды, купались, загорали, потому что где-то в городе очень сложно находиться, потому что все нагревается, асфальт горячий, дома горячие, в квартирах жарко, поэтому многие по возможности выезжали или выходили на пляжи. У кого рядом с домом, у нас, например, рядом есть озеро, на озере было полно людей, лечь негде было, знаете, как вот в Кирилловке, когда-то, в добрые времена, также в гидропарке, ну во всех, на всех пляжах было очень много людей, потому что действительно очень жарко. И по прогнозу погоды, вчера писали, что сегодня в Киеве будет немножко попрохладнее, типа дождик, там температура немножко понизится, но все это, как всегда, не сбылось, скажем так. С утра было немножко облачно и попрохладнее, сейчас опять жара, пришлось уже одеть кепку, потому что печет в голову. Короче, одним словом, очень-при-очень жарко. Ждем, когда будет прохлада, только желательно прохлада нормальная, без там каких-то ливней, затоплений, что деревья ломает, как у нас это всегда. Поэтому вот такая ситуация. Что хочу сказать еще, вчера в Киеве было достаточно неспокойно в плане очень много тревог, а, ну, пять тревог для Киева, это много. Понятно, что в регионах, в областях, которые ближе к фронту, там вообще бесконечные тревоги. Я вот, допустим, смотрю, у меня родители в Днепре, и я смотрю, сколько тревог в Днепре, то это, ну, вообще ужас. Вот вчера, например, в 16.20 тревога закончилась, а в 16.21 уже началась обратно. Ну, то есть, одну минуту без тревоги. Вот как можно, там, детям, например, ходить в школы, в садики, ну, это постоянно сидеть в убежище, потому что, ну, как за одну минуту даже выйти не успеет, не то, что там зайти в группу или в класс. Поэтому, ну, вообще нереально там где-то учиться, детям в садик ходить, ну, очень сложно. И в Киеве вчера было пять тревог. Дети тоже сидели в убежище почти целый день. А позавчера был даже, ну, такой прилет, скажем так. Летела ракета, ее сбили, и в Аболонском районе прилетел осколок в дом, пострадали люди, и пожар был, и так далее. Поэтому, ну, вот такая неспокойная ситуация. Как вы можете слышать по звукам генераторов, у нас опять нету света. Отключения постоянные. У нас даже в квартире не успевает охладиться холодильник. Вот не успевает набрать нужную температуру, и опять выключение света. Поэтому надо быть осторожными с продуктами питания, чтобы ничем не отравиться. И еще хотел вам рассказать такую ситуацию. Как вы знаете, я занимаюсь недвижимостью в Киеве, и сейчас даю недалеко от ЖД вокзала квартиру. И вот пару дней назад позвонила ко мне женщина, она с Херсонской области, и говорит, что моя мама и сестра уже какое-то время живут в Киеве, и я хочу тоже уже переехать в Киев, потому что, ну, как бы невыносимо в Херсонской области. Там она втратила дом и квартиру с ремонтом, поэтому сейчас вынуждена переехать, как и многие, к сожалению, в Киеве, и здесь арендовать. И вот мы с ней договорились, что я ей эту квартиру предложил, ей подходит, сбросил фотографии. И вот сегодня она, вчера вечером, она приехала с Херсона, написала, что все, я в Киеве, встречаемся завтра в обед, и будем подписывать договор, и буду заселяться. И сегодня за час до встречи звонит ее сестра, извиняется и говорит, что извините, приехала Виктория, ну, это женщина, которая мне звонила, и мама так обрадовалась, что у мамы случился сердечный приступ. И маму забрала скорая в больницу, и Виктория тоже поехала с ней, поэтому, ну, как бы у нас все в силе, но перенесем там на завтра, возможно, или, может, сегодня на вечер. Вот сколько горя в Украине сейчас, и это ж, ну, один из миллионов случаев, понимаете? Вот семья, семья, часть семьи живет в Киеве, часть семьи в Херсоне или в Херсонской области, и вот они, наконец-то, там через какое-то время встретились, и вот маме стало плохо, что случился сердечный приступ, и забрали маму в больницу. Поэтому берегите себя, берегите друг друга, потому что видите, как сейчас всем тяжело, и что сегодня все хорошо относительно, а что будет там через полчаса, через час, вообще неизвестно. Поэтому берегите себя и своих близких. Вот такая сегодня у нас ситуация. И еще хотел рассказать. В Днепропетровской области есть город Покров, Покровск. Это бывший город Желтые Воды. И вот там разбомбили вот эту сеть водопостачания и построили новую. Вели этот водопровод. Вот какое-то время люди сидели, понятно, без воды. Там, наверное, привозная вода была и так далее. И вот, наконец-то, его сделали, запустили. Но знаете, в чем прикол? Прикол в том, что теперь куб воды обходится людям 130 гривен. Это там 88 гривен с копейками подачи воды и 41 гривна с копейками водовидведения. То есть куб воды 130 гривен. И вода, знаете, течет такая, как Кока-Кола коричневая. Понятно, что, скорее всего, новые трубы, оно все стечет. Но цена куба воды. Поэтому, ну, как бы, как можно пользоваться вообще такой водой? Ну, 130 гривен. Ну, пускай там 50 еще. Ну, и то. А это 130. То есть сильно не покупаешься. И вообще, вот такие трудности в Украине. Поэтому всем хорошего дня. Самое главное, будьте здоровы, берегите себя. И надеемся и ждем, что в ближайшее время будет победа и будет мир. На этом буду заканчивать. Всем хорошего дня. И до встречи в новых видео. Пока-пока.